КРИТИК Бедненьким не хватает в их своей жизни-то. Чего же им так и хочется чужие истории? Конечно, во-первых, это опыт. В любой истории, а тяга вообще всего человечества к историям различного рода, она идет с глубинных веков, когда через историю передавался секрет жизни. Весь опыт, весь навык житейский. И ты не набивала лоб, так сказать, своим опытом, а использовал чужой опыт, брал всю эмоциональную даже гамму, мог проследить исторический какой-то процесс через эти буковки или, скажем, через трансляцию этих буковок артистами. Конечно, второй момент, это первый момент, то, что я говорил по поводу опыт приобрести чужой через историю рассказанную. Потом, конечно, необходимо нам улетать из материального мира. Улетать. У кого это получается с помощью хобби? Гольф, футбол, домино, рыбалка? Те, конечно, реже ходят в кино и в театр. Им хватает, так сказать, путешествия в сумеречную зону через свое хобби. Потому что нам необходимо попадать в сумеречную зону. Мы там черпаем идею, мы там черпаем опыт, такой, знаете, на бессознательном уровне. Мы там черпаем энергию для жизни в материальном мире. Кто пребывает постоянно в материальном мире, те становятся животными, в конце концов. И можете взять, к примеру, постового на перекрестке. Это вот такой пример нахождения постоянно в материальном мире. Конечно, если это гениальный постовой, тогда он придумывает, значит, как через это регулирование движения попасть в этот внематериальный мир. Так что второе, это, конечно же, попадание в рай через кино и театр. Поэтому люди тянутся к этому, и поэтому всегда это будет, и всегда будет востребовано. Другое вопрос, что сейчас может появиться через какие-то там мультяшные персонажи, тоже это как способ. Конкуренция большая, братья-актеры, большая. Но я уверен, мы ее выдержим за стоимость. Субтитры создавал DimaTorzok